Дорогие братья и сёстры, на библейский портал Экзегет поступил вопрос. Нужно ли для спасения своей души искать нуждающихся, или Господь сам пошлёт нам таких людей? Можно сказать, что надо искать нуждающихся. То есть это означает, что наша христианская жизнь должна быть активной. Как мы много раз говорили, выходит человек из храма после службы, воскресный или праздничный, и должен, ещё будучи в храме, помолиться. Господи, вот я сейчас иду, выхожу на работу или еду домой, и пошли мне людей, которым я могу послужить, которым могу помочь, которым надо помочь. Чтобы меня не обманули, потому что в современном мегаполисе очень много таких профессиональных попрошаек, которые клянчут деньги, а потом на эти деньги, например, пьянствуют. Вот у нас около храма таких очень много. А нам нужно помогать нуждающимся истинно, которым требуется помощь. Вот в этом смысле искать нуждающихся людей надо. Ну, предположим, вы идёте по улице, и вдруг видите, как, допустим, женщина катит инвалидную коляску с мальчиком, у которого сильное ДЦП. Но, скорее всего, она к вам не подойдёт, не попросит ничего. Но 100% ей нужна помощь, не только материальная. Когда вы ей дадите копеечку, она почувствует, что её горе, её скорбь, она вам не безразлична. И мы как бы поддержим её крест. Вот помните, как Христос, который шёл на Голгофу, его встретил Симон Киренейский, который понёс его крест. Такой образ очень важный для нас. То есть, мы должны не отягощать кресты друг друга, не нажимать сверху вниз, а приподнимать, чтобы человеку было полегче в этой жизни. Полегче. Тебе приподнимут, и ты приподнимай. То есть, добродетель должна быть активна. Мы должны смотреть по сторонам. Мы должны чувствовать, кому помочь. И вот наше сердце должно в этом процессе постоянно участвовать. С другой стороны, можно положиться на Бога, который пошлёт людей, которым нужна помощь. Можно специально тоже никуда не ходить. Просто ждать, когда Господь тебе укажет. Сейчас очень много возможностей для того, чтобы ты увидел нуждающего человека. С другой стороны, жизнь в городе стала очень искусственной, рафинированной. В силу того, что многие службы социальные, они взяли на себя функции. Похорон, медицины, социальной помощи, заботы о сиротах. Старики находятся в домах для престарелых. То есть, мы сейчас, все эти места, они закрытые. Режимные предприятия, заборы, пропускной режим. Никто вас не пустит в тюрьму, например. Поэтому сейчас вопрос, как помочь заключённым. Но есть возможные фонды. Есть специальные такие организации, которые занимаются помощью заключённым. Если вы хотите, то это можно легко сделать. Вы можете вещи передать, вы можете пожертвования сделать. Вы можете переписываться с человеком. Кто-то любит, например, помогать детям. У кого-то желание облегчить старость. Потому что дети всё равно уйдут из детского дома. А старики нет. Старики из этих хосписов уже не выйдут. Они умрут. Если умирает одинокий человек, это очень ужасная и очень грустная картина. Поэтому будем усердны к добрым делам. Активность приветствуется. Но если вы ждёте и полагаетесь на Господа, и молитесь об этом, это тоже хороший путь. Путь, который показывает ваше смирение и послушание. Когда вы ждёте, что Господь вам укажет, кому надо помогать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok